Жители Тверской области предпочитают безналичные расчеты. Такой вывод сделали специалисты Тверского отделения Банка России. По данным экспертов регулятора, за первое полугодие этого года с использованием платежных карт, выданных в нашем регионе, совершено почти 166 миллионов операций, а общая сумма средств увеличилась на 14%. Нынешний непростой год изменил отношения россиян ко многому. Из-за пандемии коронавируса большинство из нас реже посещают общественные места, чаще моют руки, более ответственно подходят к применению средств индивидуальной защиты. По-другому теперь жители нашей страны смотрят и на денежные операции. Все меньше прибегают к наличным деньгам и все чаще расплачиваются банковской картой. Экспресс-опрос, проведенный нашим телеканалом, показал, что примерно лишь один из пяти человек предпочитает наличный расчет. Чем расплачиваются чаще всего? Наличными или бесконтактными? Наличными. Наличными, а вы? Банковская карта. Карточкой в основном? В основном банковская карта. Ну, карточкой. И бесконтактными. Бесконтактные. Это телефон или карта? Карта. То, что стремление жителей Верхней Волжи не прибегать к наличному расчету, заметно возросло, подтверждают и в Тверском отделении Банка России. Так, по данным специалистов финансовой организации, за первые шесть месяцев этого года с использованием платежных карт, выданных в Тверской области, совершено более 160 миллионов операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество возросло на 22%, а общая сумма средств увеличилась почти на 300 миллиардов рублей. По данным отделения Тверь главного управления Банка России по ЦФО, на 1 июля в Тверской области выпущено около 2 миллионов платежных карт, что на 5% превышает показатели прошлого года. Эксперты регулятора, увеличившийся интерес к бесконтактным платежам, также склонны связывать с нынешней эпидемиологической ситуацией. Пандемия коронавируса способствовала увеличению количества операций по безналичной оплате товаров и проведению банковских переводов. При этом платежная инфраструктура региона также росла с каждым годом. На 1 июля текущего года в организациях торговли и услугах установлено более 24 тысяч электронных терминалов. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. И цифры эти, судя по всему, продолжат расти. Все больше услуг и товаров постепенно уходят в онлайн. А значит, и оплачивать их можно будет только по карте или через специальные приложения на смартфонах. Однако с развитием современных средств и технологий важно помнить о том, что не дремлют и мошенники. Совершать финансовые операции, не прибегая к монетам или банкнотам, конечно, удобно, но в то же время не всегда безопасно. А потому не стоит доверять незнакомцам данные своих карт, давать в руки телефон, за которым закреплена карта, и совершать онлайн-платежи на непроверенных сайтах. Субтитры создавал DimaTorzok